Здравствуйте! Вот когда-то в годы моего детства фигура Макаренко была очень известна в педагогическом мире. Да вообще не только педагогическом, вообще во всём. Кстати говоря, именно он, значит, педагог был, воспитывал бездомных детей, которые вот ему в колонию для несовершеннолетних преступников попадали, насколько я понимаю. И у него колония была под Харьковом. И вот, кстати говоря, в тех местах его колонисты работали на заводе, производившем фотоаппараты ФЭД. ФЭД, значит, Феликс Эдмунд Зержинский. Ну, сами понимаете, что, так сказать, у истоков вот этой вот борьбы с беспризорничеством стояла у нас комиссия Зержинского. Вот такая вот история. Сейчас, потому что народ этого ничего не помнит. И Макаренко последний раз помянули в фильме «Каникулы строгого режима». Там один из персонажей, уголовник, выдавая себя на педагога, говорил, вот кого он там, значит, читал, изучал. Он говорит, Макаренко, это такое, говорит, в очочках. Вот действительно фотографии он такие в круглых очочках, да? Как у Джона Леннона, да, кстати, на самом деле. Так вот у нас в гостях один из воспитанников, так сказать, это, так сказать, во втором поколении, можно сказать, воспитанник Макаренко, Владимир Васильевич Морозов, он сейчас доцент Московского государственного областного университета, на кафедре психологии он работает, да? И вот он, значит, воспитанник Колобалин, а Колобалин в педагогической поэме, это еще одно произведение Антона Семеновича Макаренко, вот, значит, он выведен под псевдонимом... — Карабанов. — Карабанов, да? — Да, это была опора, опора Макаренко по-настоящему, и если коснуться вот этим эпизодом даже с Задоровым, то возникает вопрос, а кому все-таки съездил по физиономии когда-то Антон Семенович? А многие воспитанники посчитали, что это, в общем-то, удачный момент, и заявили многие, что это сделали именно с ним. На самом деле это не начало поэмы, это не образ того, с чего начинал, собственно, заниматься Антон Семенович, решая тяжеленную проблему, как воспитывать невоспитуемых. Это категория детей, которая была, поставлялась Макаренко в колонию имени Горького. Тогда еще тоже не была колония, ее называли «Детский дом номер семь для морально-дефективных детей». — Для морально-дефективных? Да, собственно, под категорию морально-дефективных мог попасть любой ребенок в те годы, и проблема, суть этой морально-дефективности сводилась всего лишь к наследству, к наследству дурной наследственности. — А, вот так тогда, теория такая была, да? — Такая теория была, куришь дефективный, слово сказал не так, не понравившееся, дефективный, и вот такая вот судьба детей. — Ну, это, может быть, термин имел свой дефективный именно по своей природе, да? — Да, да. Мы эти термины и сегодня придумываем в нашем образовании. Если посмотреть на как трудный ребенок, так обязательно целая серия различных обзывалок, касаясь даже этого трудного ребенка. Макаренко был против этого. Не надо навешивать ярлыки на детей. Дети такие же живые люди, как и мы все взрослые. Дети нуждаются в помощи, дети беды. Он скажет об этих детях концентрированное детское горе, и нужно это горе было преодолевать. И вообще перед Макаренко поставлена была удивительная задача по линии государства нового человека. А идея сама нового человека, это еще дореволюционной педагогики научной, но ее не воспринял по-особому. Каждый воспитанный нами человек должен быть полезен обществу. Я даже сегодня задаюсь вопросом, а почему у нас-то сегодня подобного заказа от образования отсутствует? А что значит полезен обществу? Вот полезен обществу во всех отношениях. В то-то время у нас все такое было организованное, такой вот пирамидальной общественной структуры. Вот там внизу этой пирамиды, пожалуйста, всегда есть места людей, полезных обществу, которые всю эту пирамиду на себя тащат. А сейчас-то, в общем, свобода же. Ну, так вот, это свобода. У нас, скорее, не свобода, а во многом вседозволенность. Вот это я не исключаю, потому что Макаренко очень осторожно относился всегда вот к этому движению, которое в те годы называлось «Свободное воспитание». Свободное воспитание. Ничего. Он не был противником этого явления, но осмыслить требовалось это явление и приспособить, если уж коль мы хотим, для него это воспитание. А по целью воспитания, как писал Макаренко, я понимаю, программу человеческой личности, человеческого характера. Причём в понятие «характер» вкладываю всё содержание личности. Вот к такой программе и должен стремиться каждый педагог. Вы понимаете, он задавал этот тон. Он хотел видеть человека, человечного, вот, со всеми его показателями и достоинствами. Вот в лице как раз и Колобалина. Колобалин попал в колонию из тюрьмы. Он его оттуда взял. Встреча была удивительная. Он каждое мгновение, Семён, запомнил облик человека, который ему понравилось. Каждое слово, даже за словом, стояло нечто необычное для него, новое открытие. Он говорит, я многие слова просто не понимал. Ко мне не было такого человеческого отношения, как произвёл на него Макаренко. По какой же статье Ко Алабалин сидел в тюрьме-то? За бандитизм. За бандитизм. У Макаренко есть перечень первых воспитанников. Убил кого-нибудь он? Он... Смертей у него не было, но он тогда проявил активные организаторские качества в 16 лет в своих. Сколотили банды, да? Это фактически была вооружённая банда, старшие его люди. Он был атаманом. Атаманом этой банды. Они занимались грабежом. Он пошёл на это, потому что, собственно, узнал, как его старший брат погиб от петлюровцев. И нужно было как-то отомстить за брата. И вот привело на преступный мир его. Сам-то он пережил это детство тяжёлое. Единственная книга, которую он написал при жизни – «Бродячее детство». Это удивительнейшая книга, которая рассказывает, собственно, о тяжёлом, трудном детстве, которое выпало ему и его ровесникам. И дети, о которых сам Макаренко скажет, ко мне их привозили в чёрной карете и сдавали из-под револьвера. А теперь зададим вопрос, как работать и как из них, из невоспитуемых, делать нового человека. Это серьёзная проблема. И тогда был объявлен в Дзержинском поддержан лозунг «Все на помощь детям». И, конечно, лучшие слои интеллигенции включились в эту работу. Их, этих детей, было по количественному составу, как остро нуждающихся в государственной помощи, семь с половиной миллиона человек. Семь с половиной. И он прекрасно понял, что дети-то не виноваты. Чтобы выжить в этом мире, кроме насилия, им ничего не оставалось делать. И он скажет в своих работах, если бы я оказался в таких же условиях, как они, я бы тоже вёл себя так же, как они. Он просто разобрался. Дальше он скажет, что требовалось смотреться в души этих детей, посмотреть, что у них в душе творится-то. И вот Семён Карабанов, вот он его взял. Это действительно сложный парень. Он разобрался в нём, он увидел в нём организаторские способности. И первое, что позволил Антон Семёнович сделать, он ему сказал, вот накладные, вот склад, получи продукты. А я там в наркомпросе задержусь, мне надо кое-какие дела сделать. Семён почесал затылок, он вышел из тюрьмы. И вдруг какое-то вот такое задание, надо, наверное, соглашаться с этим добрым человеком. Он действительно получил продукты. Пришёл Антон Семёнович, ну, говорит, всё получил, нормально, поехали. Потом он через некоторое время останавливает повозку и говорит, Семён, ты знаешь, ты, наверное, просчитался. Ты взял две буханки лишние. А тогда буханка хлебала стоила приличных денег. Пойди, верни, а то иначе нас, эти женщины, потом с тобой житья нам не дадут. Семён, конечно, удивился. Вы же сами, Антон Семёнович, говорили, что они вас вечно обсчитывают и так далее. Ну, в общем-то, вернул эти две буханки. Те перед ним раскланились. Какой честный парень всегда будет приходить к нам, получать продукты. Вот такое своеобразное доверие, наверное, позволило и сделать какой-то вывод и Семёнову Карабанову. О педагогической поэме, о всех делах, он видный самый образ, интереснейший образ в поэме. Надо читать. А в конце поэмы Макаренко скажет на встрече, последней встрече, в качестве напутствия, направляя его работать в Ленинград на самостоятельную деятельность. Хватит, поработал рядом со мной, иди, выбирай свой жизненный путь, ищи себя, как педагога. Он получил направление в Ленинград, в 33-ю колонию для рецидива. Но перед этим Макаренко скажет, хай ему с этим хлеборобством, а он действительно любил страшно землю, не могу жить без пацанов. Раз вы, Антон Семёнович, потрудились в этом деле, так и мне можно. И Макаренко сделает заключение, так и пошёл Семён по пути соцвоссовского подвига. Соцвоссов, социальное воспитание. Да, да. И действительно, он посвятит себя всю жизнь тем, из среды которых вышел сам. А вот действительно, интересная очень ситуация какая, инновационная, да? Ведь 7,5 миллионов этих было, да? Это что, вся страна должна была покрыться колониями для несовершеннолетних? А так и дело, расширялась только не колонии, а повсеместно их было больше. Это остро нуждающихся в государственной помощи, которые жили на улице. 7,5. Конечно. Значит, у них нет родителей, очевидно. Это было подчёркнуто документом. А стоих и было больше. Я читал одного из педагогических учёных тех лет, Куфаева, материалы. Он отвечал за детские дома. Детские дома повсеместно возникали. Где какие небольшие, где были свободные помещения, заполнялись детьми. Но ведь Антона Семёновича Макаренков-то не было такого количества. Как же справлялись с ними? Постепенно. Всё-таки Антон Семёнович Макаренко – это голова, это символ. По количеству, по результату работы Макаренко в двух учреждениях, в колонии имени Горького и в коммунии Дзержинского, где-то около трёх тысяч его воспитанников. И ни одного случая рецидива. Фактически Макаренко создал мировой прецедент безрецидивной педагогики. До сегодняшнего дня это не превзойдено. И понимаете, когда посещали колонию имени Горького иностранной делегации, они исследовали нас. Это же опыт был неизвестный. Их покоряло. Как вы можете воспитывать этих трудных детей без забора, без сторожей, без охраны с ружьями и так далее? Это открытый тип. Он впервые заявил «открытый тип колонии». Лишь только в 1935 году реформа Сталина, этой пенциарной системы, изменила ситуацию. Открытость колонии была закрытой. Закрыта. Понимаете, это очень своеобразный элемент. И до сегодняшнего дня у нас пенциарная система функционирует на закрытости, на охране жёсткой, на лишении свободы. Макаренко же многое продумал в «Педагогике». Нет той проблемы, которую бы не задал бы Антон Семёнович. И Колобалин не случайно взял эстафету, пронести Макаренко, где бы он ни работал. А это худо-бедно 18 различных учреждений. Принимал сплошную развалюху. Всё было нарушено. Всё. И детство в диком состоянии. Доводил до нормы, сдавал подготовленным людям и брал новый куряж в совсем другом месте. Это в какие годы происходило? В 20-м? Вот с 30-х годов до 60-х. Его не стало в 69-м году. Последний детский дом, где мы воспитывались, это Климёновский детский дом. Это, так сказать, Колобалин. А сам Антон Семёнович какие годы работал? Сам он работал, первые 16 лет он до революции работал в обычных школах, интеллигентным учителем. Не знал проблемы. Это дореволюционный опыт работы. Он столкнулся в 20-м году, мы скоро будем отмечать 100-летний юбилей этих событий, когда Антон Семёнович пришёл и принял колонию для несовершеннолетних преступников. Сплошную развалюху. У него были первые 9 воспитанников вначале. Это были сложные ребята, очень сложные. И они по ночам уходили без всякого разрешения, без всякой команды. Ночью под утро возвращались сытые, довольные, в новых шмотках. Буровать. Улыбались ехидно на все замечания. Антон Семёнович, он об этом в педпоэме хорошо сказано. Ему нужно было что-то менять, искать собственный проект реабилитации этих детей. И нужно найти. Он не знал. Он сказал, я прочитал столько педагогической литературы, которая не способна была помочь ему. Не способна, потому что она не решала эти проблемы. Он выругается на эту педагогику, скажет, вековечное шарлатанство. И всё, что педагогика предлагает, это невозможно приписать или использовать в настоящей работе с тем, с чем он столкнулся. И потом, конечно, он скажет, что мне на первых порах потребовались всего лишь две вещи. Как-то Макаренко-Веда от этой позиции почему-то уходили. А я вам скажу, вот он скажет, немедленный анализ и немедленное действие. Вы скажете, это же талантливый человек, способен мгновенно решить, проанализировать ситуацию и найти тот выход, который будет обязательно положительным. Мы до сегодняшнего дня это тоже не осмыслили у Макаренко. Макаренко можно вечно цитировать. Не случайно он делает ставку, что лучшее в человеке приходится проектировать, и педагог это обязан делать. Обязан. Опора на лучшее. Всё, что касается преступного мира, должно остаться за порогом колонии. Не хочешь жить в колонии и подчиняться нашим законам, проваливая из колонии. Он мог говорить на их языке, чтобы было понятно и усвоено. Вы понимаете, не с коллектива начинал Макаренко, как обычно ведут нас учёные и педагоги. Коллектив просто так сразу не рождается. И вообще мы много написали, много сделали, много проанализировали в советское время коллективные формы образования. На самом деле таких коллективов, которые задумывал, которые создавал Антон Семёнович, их в природе не было. За исключением, можно быть, отдельным его ученикам удалось это сделать, либо талантливым педагогам, которые работали в этой системе. То есть его опыт так широкого распространения не получил, на самом деле, да? Ну да. Ну вот лет 10 назад приезжал к нам в Москву, он был у меня на передаче, такой итальянец Миттини. Вот у них там в Италии вот, дескать... Ну я знаю мой дружок, 10 лет я его курирую по всем направлениям. Он, кстати, хорошо написал магистрскую диссертацию свою по теме Макаренко. Он подарил нам, причём на русском языке. И он перевёл, переплёл и подарил музею. И знает историю образования и культуры российскую. Вот, значит, упрекают Антона Семёновича. Кстати, в каком году он умер? В 1939-м. В 1939-м. И до последних дней он, значит, работал, очевидно, да? Собственно, да. Он работал в Москве последние два года. Он рвался работать учителем и показать. Уже при жизни его обвиняли в том, что он не коснулся вопросов обучения, дидактики. И вот он хотел это сделать. Поработать с нормальными московскими детьми в хорошей обычной школе. Он предлагал себя. Ну вот не дали, не пустили в школу. А что он преподавал-то? Он преподавал разные предметы. Он мог свободно преподавать. Он знал великолепную историю, географию. Во многих областях ущебных был просто гений. Он о себе оставил такие записки при поступлении в 1922 году в университет. Здесь типа повышения квалификации института. И он эти записи... Фактически это личное дело было случайно найдено в 1950 году в одном из архивов Ленинграда. И вот мы имеем такое уникальное явление, как глубокое познание Макаренко в разных областях знаний. Уникум. Уникум настоящий. Потому что если он где-то что-то слабо знал, но он, честно, признавался в математике, знал в пределах средней школы. Вот так. А в остальном это много. У него увлекала история, литература, астрономия. Ну, вот в прессе его иногда упрекают современные, вот, постперестроечные, как говорят. Что у его выпускники в основном все пошли, так сказать, вот, в пенициарную систему. Теперь я понял, они, оказывается, туда преподавателями пошли вот в эти вот... В колонии для несовершеннолетних преступников. Я не думаю, что много было педагогов именно в этой системе. И Колобалин просто дал слово, что я посвящу тем, из среды которых вышел сам. А остальные в кого пошли? Их не так было много. Ну, вот Явлинский был, который проработал, действительно, в системе, в пенициарной системе. Отец Григория Явлинского. Вот он, да, а я других не знаю. А он, значит, ученик Галинка, да? Если кто-то и работает, Конисевич этот работал тоже в детском доме. А так люди, они военные. Они прошли войну. И вот, кстати сказать, один из воспитанников, Конисевич, участвовал в военных действиях на Халкинголе. Он писал Макаренко. И он благодарил Антона Семеновича еще при жизни. Спасибо вам, Антон Семенович, что вы научили нас не бояться смерти. Вы понимаете? Это же важнейшее достижение. Вот что важно было, нужно. И он их готовил. Он к подвигу их готовил. И есть герои Советского Союза, его воспитанники. Еще Антон Семенович. Отценку, если Колобалину могу дать. Давайте Колобалину. Вы знаете, Макаренко сказал, действительно, я мастер, но не талант. А Карабанов талант. Талант, которому подчиняются самые вредные, самые сложные, самые трудные. Мы действительно посылали ему таковых, и он делал с ними буквально чудеса. Вы знаете, Семен вот такой мастер, мастер своеобразный. Вигдоров, посвятив ему свои повести «Дорога в жизнь – это мой дом», Черниговка, великолепный. У нас до сегодняшнего дня нет ничего лучшего, что написано о сиротстве и преодолении сиротства. Вот надо возвращаться и к этим идеям. Что делал, какими записками литературными обошлась Фрида Абрамовна, создав такой шедевр литературный. И действительно... Фрида Абрамовна, фамилия как? Вигдорова. Это действительно уникальнейший опыт продолжения Макаренко. И он действительно всю жизнь доказывал, что педагогика Макаренко может работать в любых условиях, безотказно. И я думаю, что этот опыт и Колобалина – опыт уникальный для сегодняшнего времени. Можно сделать параллель с нашими проблемами современного образования. И я хочу прямо сказать, нам без Макаренко не обойтись. Спасибо. Ну, вот мне так кажется, вот то, что вы рассказали, что это опыт такой... Бродского. Бродского, понятно. Талантливых человек, очень талантливых людей, да, уникальных. Да. И повторить его трудно. А не надо повторять. Есть базис, которого можно брать во внимание. Второго Пушкина, второго Лермонтова, второго Бродского. И, кстати, и Макаренко сам об этом говорил, хотя не соглашался в данном случае с Ушинским, когда тот говорил, что педагогика искусства, потому что это деятельность педагогическая, а что передается не опыт, а идея. Макаренко был сторонник, чтобы все-таки накапливался опыт, и опыт можно развивать в лице другого. И этот опыт такого примерно, воплощение опыта Макаренко... А Колобалин всегда доказывал, хотел показать Макаренко в рабочем состоянии. Это мысль одного из сотрудников колонии Горького, который уже тогда, работая в коммуне Дзержинского, Колобалин отметился таковым. Понятно. Ну, спасибо вам большое. И публике нашу спасибо большое за внимание. Удачи вам, всех вам благ.